Махараш, Сатья Нараян Прабу. Кто? Сатья Нараян Прабу. Мы обсуждали Вашу Кришна Катху, и Он говорил, что будет Кришна экспозиция. Есть преданные, которых очень интересуют. Книги с Вашими афоризмами, цитатами из Ваших речей. Что Он говорит? Сатья Нараян Прабу. Он принадлежит Кришкон. Но почему Он берет на себя беспокойство, публикуя эти книги? В качестве критики. В качестве критики. Хочет представить Мои идеи, как они есть. Как они есть. Он говорит, что эти книги не будут опубликованы в Девяте. Но есть замечательные цитаты из Ваших речей. Вы можете использовать их в Нашу проповедь. Да, Он может публиковать. У меня нет Возвращения. Кришна Махараса тоже попросил меня об этом. Позволение опубликовать записи на их причину. Любой может делать это. Если им кажется, что это может принести благо людям. Я не хочу заниматься торговой. Я не хочу заниматься торговой. Это должно быть доступно всем. Это дело Махапрабху. Высочайшая идея сознания Кришны. Чистейшая идея. Она должна быть доступна всем. Идея, которую расписанная Слава Махараса. Если кто-то считает, что это может принести благо, то, что я говорю, записи на их причину, он может их публиковать. У каждого должно быть право принять эту концепцию и распространять ее. Кришна Пудеши. Кришна Пудеши. Если он считает, что это Кришна Пудеши, то он может распространять эту концепцию по силам. Если у него веселости нет, то скажи, что необходимости это делать. Пусть не будет. Это место, что он принадлежит меня. И он скажет, что это Махапрабху. Это Махапрабху. Это Махапрабху. Махапрабху. Я читал Ваши беседы, слышал Вашу проповедь. Как Вы хотите, каково Ваше желание, чтобы Ваша проповедь доходила до масс, широких масс, или была обращена к некоему узкому кругу, поскольку вряд ли массы могут понять и ценить по достоинству. Эти книги будут уместны, чтение этих книг. Для тех, кто способен по достоинству оценить и понять. Согласно, соответственно, степени оценки, тому, насколько она должна, эти книги будут распространяться, будут использованы. Энергия не будет потеряна, но должна быть использована в наибольшей максимальной степени. Люди не могут понять. Метать бисер перед свиньями — такое выражение существует. поскольку Чайтанья Махапрабху никогда не делал различия, это достойный кандидат, это недостойный кандидат. Он давал всем и каждому. Речь идет о том, чтобы выполнять этот наказ в соответствии со своими способностями. Есть в целом две группы. Есть дружеский круг, круг людей, которые обладают более высокой реализацией. В этом круге можно говорить о расе-катхе, о внутренних явлениях, о вриндаване. И есть харинам, санкиртан — общий круг. Общий круг, внешний круг, более широкий круг. Имя можно призывать даже на улице. Каждый может принять имя. Байкундханам — духовное имя. Действует для всех и каждого эффективно. Но внутренняя жизнь — игры Кришны, Радхи, Вриндаван — все эти явления. Необходимо оценивать способности того, с кем ты потенциально говоришь на эти темы. Можешь говорить. Аддхарамгакасандре Расасхарап. Адхаридамгакасандре Расасхарап. Адхаридамгакасандре Рамасандристо. Через два дня я уезжаю в Америку. В среду. Сегодня понедельник. Завтра вторник. А вы уезжаете в среду. Да. Вы уезжаете в Америку. Я сейчас еду в Калькутта, проведу три дня. А после этого в Америку. Хорошо. Как хотите. Я хотел бы узнать у вас, есть ли какое-то служение, которое я мог бы совершать вам? Поддерживайте связь с организацией. Я не знаю, сколько я еще пробуду в этом мире. Мое божество здесь. Если вы хотите, вы можете помогать служению моему божеству. или мои слова, мое учение. Распространяйте эти идеи ради блага людей. Вы можете этим заниматься. Спасибо. Спасибо. Делайте что-то хорошее. То, что является благом. То, благодаря чему люди могут получить благо. Делая благо, творя добро, мы помогаем себе. Если мы служим, способствуем какому-то благому делу, то мы сами получаем благо в качестве награды реакции. Служа благу, мы служим себе. Спасибо, это очень сладостно. Ваши слова несут высочайшее благо. Есть какие-то вопросы? Я очень устал. Я так много говорил. Мне это не по силам. Только один вопрос. На один вопрос я попытаюсь ответить. Я отправлюсь в постель, чтобы лечь горизонтально. Мы, ваши ученики Саньяси, что мы можем сделать такого, что удовлетворит вашу божественную милость в наибольшей степени? Понять высказывания Моего Гуру Махараджа и раздать их широким массам, распространить. Махапрабу также учит этому. Только одно явление. Махапрабу принял Саньяс исключительно ради проповеди. Саньяса подразумевает... Саньяса — это форма, это положение учителя, духовного учителя масс, публики. Махапрабу. Гита, Бхагаватам, Махапрабу. Учение Гиты, Бхагаватам, Махапрабу, Гуру Махараджа. Знать Шраван Киртан. Получать и раздавать, отдавать, распространять. Поток. Поток — внутренний поток. Живой. Слушать и давать. Получать и отдавать. Слушать и говорить. И тогда поток будет сохранять свой динамичный характер. Служение. Слушание также будет служением, если присутствует раздача, распространение этого явления, услышанного другим. С этой целью я слушаю. И мне очень нравится это явление. Я даю ему высокую оценку. Я хочу поделиться этим явлением с другими, с моими друзьями также. И мне это поможет, эта раздача, поможет слушать более внимательно. Необходимость в раздаче, в распространении увеличит мою способность, интенсивность моих попыток, усилий приблизиться к этому явлению. Слушать более скрупулезно, аккуратно. Эти два явления помогают друг другу. Их сотрудничество имеет место быть — Шраван Киртан. Шраван Киртан. Киртан предполагает Шраван, а Шраван также имеет свою необходимость, потребность Шравана в том, чтобы делиться этим явлением с другими. Существует множество долгов, которые мы имеем. Мы обязаны или должны нашему физическому отцу. И этот долг может быть выплачен через рождение ребенка. Если мы зачинаем, рождаем ребенка, сына, то тем самым мы выплачиваем долг своему отцу, нашему отцу. Этот ребенок приходит в этот мир, мы его воспитываем, он тоже дает что-то такого рода. Затем мы используем знания, которое было сохранено нашими предшественниками. Они оставили нам знания, и мы должны передавать это знание последующим поколениям. Тем самым мы освобождаемся от долга перед этими риши, мудрецами, учителями. Затем долг по отношению к гуру. Мы должны гуру, мы выплачиваем этот долг, сами становясь гуру. Я получил, и я также даю это явление другим. С тем, чтобы это явление или это знание передавалось из поколения в поколение, то будет моя благодарность, будет моей благодарностью предшественникам. Поскольку эти предшественники дали нам то, что мы имеем, мне повезло, я обрел все эти реалии, и я обязан продолжить эту линию. Так я могу выплатить долг высшему началу. Риши, долг перед Риши, долг Бхута. Окружающий мир помогает нам очень значительно. И мы можем отплатить, выплатить долг окружающему миру. Долг перед Дева. Дева означает сверхъестественные существа, которые посылают дождь, солнечный свет. Мы получаем так много всего от Девов. И мы выплачиваем этот долг, совершая Ягги, жертвоприношение. Мы посылаем посредством жертвоприношения энергию, посылаем ее этим небожителям или богам, высшим чиновникам в бытии. Затем наши родные и близкие, мы также многое взяли, получили от них. И мы должны отдать им до известной степени. Там, где мы родились, там, где мы выросли, мы обязаны этому месту и этим людям, и мы должны выплатить этот долг. В данном случае, в нашем случае, мы получили столь ценное явление от гуру Махараджа, и он стремился к тому, чтобы эти явления передавались, чтобы его линия не завершилась, не прекратилась на мне. Таким было его желание. Конечно, если человек квалифицирован, если он передает эти явления должным образом, конечно же, нежелательно и недопустимо, чтобы от его имени раздавались какие-то оскверненные явления, нечистые, смешанные. Если от его имени мы будем давать оскверненное явление, нечистое. От имени нашего гуру, если мы будем давать что-то оскверненное, нечистое, то будет оскорбление в его адрес. Но если то, что мы получили от него, если мы способны должным образом раздавать это людям, дживам, то это желанно, желательно. Желательно, желанно. Таким образом, саньяси... Главным образом саньяси занимают положение ачарьи. Человек становится саньяси, чтобы спасти нас от реакции смертного мира и дать нам связь с миром вечности, дать нам вечные ценности. Саньяси. Саньяс подразумевает... Три Данды. Тот, кто наказал... Данда означает наказание, один из смыслов. Тот, кто наказал свою речь, свои поступки и свои слова. Эти три явления были наказаны. Наказаны в том смысле, что они не используются ради целей смертного мира, но используются в служении Кришне. Они наказаны и заняты, вовлечены, задействованы в служение Кришне. Они должны быть использованы ради служения, ради распространения, раздачи нектара, нектара бессмертия. Такой будет основная главная функция саньяси. Кто-то может делать, осуществлять эту функцию посредством книг, кто-то посредством проповеди, кто-то может задействовать людей в служении различными способами. Саньяси будут использовать нас, задействовать нас в работе по облегчению страданий других. Это не так-то просто. Спасти людей от очарования этим бренным миром. В этом мире присутствует великое множество предложений под именем религии, под вывеской религии. И сравнительный анализ необходим. Необходимо привести людей к концепции Бхагаватам, концепции данной Махапрабху к сознанию Кришны. Служение сознанию Кришны — зенит, высочайшее положение, которое дано нам, это высочайшее измерение сознания Кришны — рада-дасям, рада-кин-карьям. Насколько это в наших силах, мы должны понять эту истину и давать это явление другим душам. А в Лалита-ставе, в прославлении Лалита-деви, говорится следующее. Джан-кама-при-брья-пуре-бри-сабхану-дяя-я-рекха-сапокха-падабринь-онируддха-мана. Лалита-деви ходит по Вриндавану, и кого бы она ни встретила, она просит, говорит, «О, присоединяйтесь к нашей группе. Присоединяйся. Почему ты не присоединяешься к нашей группе? Мы хотим видеть тебя среди нас. В чем дело?» Приходи к нам. Иди к нам. Ступай в нашу группу. «Да, да, я хочу, хочу. Да, вот, расписывайся. Ставь свою подпись здесь». Там и тогда она принимает заявления, которые подаются. Подобное служение лагеря Радхарани она совершает. К стопам этой великой личности мы склоняемся. «Кто здесь?» «Бадрина Райндас». «Бадрина Райндас». Грихасхи также могут делать все, что угодно. Вайшнава Севу. Это Вайшнава Сева – главное явление, которое от них ожидается. Адвейта Прабху был Грихасхой. Он проповедовал столь многие Шривас, Затем Вира Чандра Прабху. Они все были Грихасхи. Но, так или иначе, Нитянанда Прабху стал Грихасхой. Для того, чтобы общаться с Грихасхами, не встречая препятствий, и проповедовать. Так или иначе. Так или иначе, культивировать сознание Кришны и служить Его преданным – это главная необходимость. В целом, предполагается, что Грихасхи служат Саньяси, совершают Вайшнава Севу. В рамках Варна Ашрама также Грихасхи – это главная ашрама, поскольку они поддерживают Брахмачари. Брахмачари приходят к ним в дом и просят подаяния. Затем, Брахмачари – это стадия обучения с помощью общества. Человек обучается, и впоследствии может стать Грихасхой. И в этом состоянии он выплачивает свой долг обществу. Вначале общество его обучает, затем он выполняет свой долг по отношению к обществу. Грихасххашрам – тот ашрам, куда приходят Саньясины и отдыхают, и продолжают свою проповедь, получая милостыню от Грихасх. Особенно в аватаре Махапрабху, в Грихасхе, все были парамахамса Вайшнавами. Глубина их преданности Махапрабху не знает пределов. Говинда Гош, для которого Махапрабху установил Гопинадхаджи. Однажды возник вопрос, кто совершит шратх, погребальную церемонию Говинда Гоши, и Гопинадхи Божество заявил, что Он совершит. И в качестве Сына, любящего Отца в такой расе, в Отца Алярасе, Божество совершило погребальную церемонию. Шривас Прабху был бедным человеком, настолько бедным, что однажды ему пришлось поститься из-за недостатка денег, он был беден. Махапрабху однажды спросил, задел Шривасу Пандиту Прабху. Вопрос он спросил, Шривас, ты брамин, и брамину позволено просить милостыню. Брамин способен, имеет право вести жизнь нищего, просящего милостыню. Почему ты отказываешься от милостыни и предпочитаешь поститься, не выходишь и не просишь подаяния? Шривас Пандита ответил, нет, нет, я не буду просить милостыню. Если Господь пошлет мне что-то, то я буду этим удовлетворен, в противном случае я готов поститься. И он сказал, если Господь три дня не будет посылать мне еду, то я покончу самоубийством в Ганге, в воду Ганге. Махапрабху ответил, Шривас, ты питаешь такую великую веру в твоего Господа. Шривас, ты никогда и ни в чем не будешь испытывать нужды, я обещаю тебе это. Мы говорили вчера с преданными, и у нас возникло сомнение, поскольку у некоторых преданных есть чувство, они чувствуют, что некоторым из нас Шрила Прабхупат, в большей степени они чувствуют, Прабхупат подчеркивал в обращении к нам к самбанду и абиде, и мы чувствуем, что вы открываете двери Прайоджаны. Поэтому зашел разговор о том, что вас можно рассматривать, некоторые из нас вас рассматривают, как Прайоджана Ачарью. Будет ли такое понимание правильным? Похоже, что вы демонстрируете нам высочайшее явление. Говоря объективно, беспристрастно, так можно сказать, так можно увидеть. Бхакти Винутакур написал где-то в одном из своих произведений. Веды – истинное откровение. И тот, кто передал эту истину – откровение, те, кто передавали, те, кто увидели эту истину, они усвоили, принимали определенную тактику в передаче этого знания, определенную тактику, политику буквально. Они рекомендуют делать что-то, но с пониманием того, что это частичное, это часть истины. Человек, если он будет следовать этим наставлениям, то он достигает следующего уровня, где ему говорят – «Нет, есть нечто большее, иди дальше». Подобная тактика была принята, политика, этими мудрецами. Когда речь идет о начинающих, то этим начинающим вся полнота истины не может быть открыта, потому что она собьет их с толку. Поэтому поэтапно, последовательно истина открывается. такой процесс принимается и практикуется. Передача истинного откровения носит такой характер. Затем, когда человек, скажем, обучился карме, прошел этот этап, он переходит к стадии гьяны. Когда он исчерпал гьяну, тогда он может прийти к бхакти, к премию. Поэтапно, последовательно процесс таков. И существует другой, прямой путь. Ачарьи и бхакти с самого начала говорят о бхакти. Это тоже путь. Но на этом пути есть свои этапы. Последовательно, поэтапно такое развитие. Поэтому, Свами Махарадж попросил меня позаботиться о вас. Он сказал, я приношу тебе полуфабрикаты, сырые материалы, ты, пожалуйста, доведи их до совершенства. Или помните, как Ачютананде он сказал, если я открою тебя то, о чем я говорил, с Ашидаром Махараджем ты потеряешь сознание. Да. То есть, твоя способность понимания подобных реалий, он имел в виду, нулевая. Ты не сумеешь понять. В этом смысле, он сказал, ты потеряешь сознание. В этом измерении, даже если твое сознание его достигнет, ты не получишь никакого представления о том, что там происходит. В этом смысле потеряешь сознание. Поэтому речь идет о этапах последовательности. Свами Махарадж говорит, мой гуру Радхарани и также саньяса. В саньясе речь идет о том, чтобы принять прибежище, пристанище в служении гопи. Смысл саньясы таков. Вадура раса Кришна, мы должны бросить себя, швырнуть в океан экстаза, который представляет Кришна. Когда мы принимаем саньяс мантра, когда мы приняли этот мантра, мы должны отдать, вручить себя служению гопи, найти, обрести пристанище в этом служении. Саньяса мантра такова, гуру Парампура такова. Все это от начала и до конца Мадура раса. Это общее направление, путь. Но те, у кого нет такого внутреннего вкуса, он, Свами Мухараджи, давал скорее образование общего характера. Он не затрагивал, он не углублялся в эти реалии. Он давал в целом духовное образование с широким массом. Хотя путь начертан, но в то же время необходимо начальное обучение. Но в исключительных случаях есть те, кто могут превзойти этот начальный уровень и пойти дальше, в том самом указанном направлении. Есть образование начальное, есть среднее, есть высшее образование. И есть аспирантура. Когда речь идет об аспирантуре, то принцип таков, по мере, возрастание качества, количество людей, имеющих доступ к этому явлению, уменьшается. Коннотация и денотация. Махарадж, мы считаем, что Вы учите нас тому, как совершать рагануга-бхакти, тогда как Шрила Прабхупад. Это явление предстает нашему взору, но я делаю его более отчетливым. Это явление, это наша цель. Оно над нашей головой. Мы поклоняемся. Наша высочайшая цель – рагануга-бхакти. Но, держа в поле зрения эту цель, мы работаем, действуем в этом мире. Пуджала-рагапатта-гаврабабханге. Это лозунг, девиз нашего Гуру Махараджа. Это явление рагамара, собственность нашего Гуру. Мы служим этому Гуру. Мы должны осознавать этот факт, что истинное богатство такой природы принадлежит моему Гуру – рагануга-бхакти. И это наша цель. Но я лично недостоин, непригоден. Я могу лишь служить тем, кто обладает рагануга-бхакти. И у меня есть надежда на то, что однажды я достигну этого стандарта. Такой должна быть наша позиция. Если же мы считаем, что мы достойны, мы пригодны, квалифицированы, то это дисквалификация, отсутствие истинных качеств. Махапрабху говорит, «Набра-магандасте, у меня нет и капли Божественной Любви к Кришне. Речь идет обезграничном. Мои попытки постыдны, жалки, они искусственны». Он винит себя таким образом. Но в то же время рагануга-бхакти наполняет его целиком и полностью, пленяет его без остатка. Рагануга-бхакти находится на том же уровне, что и према, тот же уровень. Да, да. То есть это абсолютно чистое явление. Это самая суть према, жизнь према. Внутреннее непреодолимое влечение к Кришне, к служению Кришне, спонтанное, не связанное с каким выбором.